Сегодня в центре нашего внимания исландка Кэтрин Таня Дэвидс Доттер родилась 10 мая 1993 года в Рикьявике. Кэтрин – вторая женщина в Исландии, кому удалось стать чемпионом по кроссфиту. Идя по стопам своей соотечественницы Энни Террис Доттер, девушка одержала победу на играх 2015 года в финальном турнире Paddle to Metal 2, а в 2016 году она повторила свой успех. Однако за год до первой победы Кэтрин пропустила квалификации из-за относительно плохих результатов на европейском региональном турнире. Каждый раз она финишировала в десятке, но в итоге опустилась на 24 место. От финального отборочного турнира игр 2014 года Кэтрин отделили 9 очков. Но именно эта неудача стала отличным стимулом, чтобы вернуться на игры в 2015 году и победить. После такого взлета спортсменка стала пользоваться большой популярностью, а спортивный бренд Reebok, который, к слову, является спонсором игр по кроссфиту, пригласил девушку стать ее лицом. Однако в 2019 году она переключилась на Noble Shows, одного из главных конкурентов Reebok в мире – кроссфит-шоус. Рекорды Кэтрин Таня Дэвидс Доттер таковы. Она выполняет рывок с весом 91,5 килограмм, делает становую тягу на 140 килограмм, а задний присед со штангой в 115 килограмм. При этом рост спортсменки 169 сантиметров, а вес 69 килограмм. Кэтрин начала заниматься кроссфит в сентябре 2011 года в возрасте 18 лет. До этого она 10 лет, с 6 до 16 лет занималась гимнастикой, после еще год увлекалась легкой атлетикой, но ей все время казалось, что чего-то не хватает. Именно тогда девушка открыла для себя кроссфит и сразу влюбилась в этот вид спорта. Кроссфит, по ее словам, о том, чтобы стать лучшей версией себя. Сегодня Кэтрин тренируется в кроссфит Нью-Ингланд с тренером Беном Бержераном. В прошлом она обучалась в Риббек Кроссфит Рейкябек в Исландии, а также в Кроссфит Стоудин. По словам Бена, тренера Кэтрин, спортсменка очень строга к своему питанию. Она взвешивает всю свою еду, чтобы убедиться, что она соответствует нужному количеству. Девушка ежедневно употребляет много овощей и постного мяса, избегая при этом сахар. Предпочитает салаты с высоким содержанием белка. В общей сложности она ест около 2500-3200 калорий каждый день. В общей сложности она ест около 2500-3200 калорий в день. Но во многом это зависит от времени тренировок и участия в соревнованиях. Как и многие другие лучшие спортсменки Кроссфит, Кэтрин Таня Тэвидс Доттер ведет популярный аккаунт в Инстаграм, наполненный советами и лайфхаками, а также забавными историями из жизни звезды. На сегодняшний день у нее более 1 миллиона 800 тысяч подписчиков. Будучи самой сильной женщиной в мире, Кэтрин дает несколько советов спортсменкам, участвующим в соревнованиях Кроссфит, а также другим любителям активного образа жизни. Всегда включать голову в игре и не думать о сравнении с другими участниками. Кроссфит не о том, кто имеет лучшие результаты на предыдущих соревнованиях, а о том, кто может сохранить свое внимание к игре. Продолжайте усердно работать, независимо от того, на каком месте вы находитесь. Помимо этого, имея большой опыт и багаж знаний в Кроссфите, Кэтрин издала вдохновляющий и пронзительный мемуар под названием «Доттер». Книга повествует о том, какой путь пришлось пройти спортсменке, прежде чем стать двукратной чемпионкой. Сегодня спортсменка по-прежнему активно участвует в соревнованиях. В 2017 году она замкнула пятерку лучших на играх Кроссфит. В 2018 вошла в тройку лидеров, а в 2019 вновь опустилась на четвертое место. Однако интересно наблюдать, что ждет ее в будущем, поскольку Кэтрин всегда угрожает подняться на подиум в любом соревновании, в котором она участвует.